Дерево жизни В Вайбере больше ста голосов набрала площадь Суворова, а вот в Телеграме с небольшим отрывом лидирует район Дома Советов. Есть и те, кто за бульвар Гагарина. У меня предложение такое. Дело в том, что она огромных размеров. Для нее нужна большая стена и обзор. Надо иметь площадь, чтобы ее видеть сдалека. И желательно ее поставить как бы лицом к солнцу, к югу. Потому что там, где она сейчас, она лицом к северу. Сейчас обсуждают, как не повредить мозаику при переносе. Создать такое же уличное панно сегодня практически невозможно. А на то, чтобы ее перенести, нужны десятки тысяч долларов. Фирма Хайтек пообещала помочь. Там будет очень много затрат. Это надо огромное количество лесов. Потому что там высота стены более 10 метров. На 10 в ширину. Надо снять крышу и с той стороны тоже леса. И потом убирать котельцы. Это все надо пилить. Потому что стучать по котельцам невозможно. Разрушится мозаика. Распил. И человек должен поймать, чтобы она не упала, не дай бог. Вот два человека будут на тех лесах, что с лицевой стороны. А я буду с этой обратной стороны. Буду пилить я. Потому что я это дело не доверяю никому. Дерево жизни сделано из осколков разноцветного стекла. Сделать такой материал сейчас в Тирасполе невозможно.